здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня рубрика ответы на вопросы ну и вот я хочу вам как всегда зачитать некоторые вопросы ко мне и дать ответы причем сегодня будет не просто там по здоровью гораздо шире тема ну и вообще я сейчас вот вам примерно скажу что вы понимали стоит дальше смотреть вам или нет на самом деле много чего интересного первых невнимательность людей когда они постоянно спрашивают то о чем уже видео в данном речь ла либо не могут посмотреть почему-то просто в поисковике а если такие видео у меня на канале и спрашивают но я хочу объяснить тем кто не умеет пользоваться на ютубом как это делать просто все потом вот например вопросы аж 4 человек задает таких довольно таки важных по поводу яиц куриных там нюансы так как тем или иным пользоваться как где приобрести споры опять про мясо очень интересные будут о смысле жизни а зачем тогда вообще жить там и так далее мол вообще жизнь вредная штука и тогда вот такое философствование откуда его ноги растут вот об этом я поговорю благодарности людей определенные объективные прокорма для собак там кошек как вот люди от гипертонии излечились что такое биоэко чистые в кавычках меня так спрашивает человек видимо подколоть хочет ну и о том как раньше жили мол долго сейчас больными уже молодые живут пишут и об этом про этический вопрос мясоедения ну и так далее начать я хочу вот с такого вопроса лидия спрашивает почему изделия говоря а вот этих изделиях из микросфер становится жесткими вот давайте я прям расскажу просто про это сотни людей писала да если вы не в курсе не в теме вот было пять видео у меня на канале на тему микросфер посмотрите хотя бы последний из этих видео я оставлю ссылку в описании так вот я поясняю у людей у всех по-разному бывает он например мы недавно с женой тоже стали пользоваться кстати некоторые спрашивали а как вот какие эффекты сейчас скажу так вот например у нее мягкая подушка остается у меня подушка твердеет через пять-семь минут а за ночь прям твердое становится значит ничего удивительного нет у всех людей по-разному накапливается статика статическое электричество в организме это зависит от ношения одежды там носках человек ходит без носок пользуется он там в быту чем-то тем что накапливает статику помните в школе изучали ну советских по крайней мере что такое ибонитовая палочка как намагничивается да бумажка поднимается к этой палочке вот маленькие клочки бумаги аж прям притягиваются как магнитом а почему а вот из-за этой самой статики про это у меня было два видео на канале очень важные видео вот на ней будут ссылки я вам настоятельно рекомендую писать один из них фильм американский мы его переводили и даже деньги а немало и платил дублировали но профессиональные озвучиватели это делали так вот эта тема жизненно необходимое для понимания но скажу насчет подушек так вот эти микросферы полы и внутри обладают способностью поглощать эту статику но не выводить и когда много накапливает статическое электричество то как магниты обратной стороной они слипаются друг другу вот и все потому с подушки нужно снять статику кстати это хорошо что статическое электричество забирается то есть уходит от вас плохо что она не выводится поэтому кстати мы стали делать и продаем в том числе матрасы просто не с заземлением то есть есть контур заземления когда у вас статика уходит кстати вот если эти подушки и на изделие из микросфер положить на например антистатические коврики как вот здесь у меня например с такой ведь кнопочкой потому что не подсоединяется такая пимпочка идущая ну скажем как металлической батареи отопление допустим у кого они металлические конечно в домах старых еще да ну можно по-другому заземлить там видео об этом было так вот и можно даже класть на эти вот скажем коврики на матрас тогда будет статика уходить подушки кстати не будут твердеть можно положить вот я например кладу ванны кафельный пол туда кладу и подушка через несколько часов мягкой становится может конечно руками взбивать но это неправильно да можно положить если конечно нет какой-то инфекции вы живете там за городом на землю ну на чистую сухую понятно чтобы не испачкать наволочку кстати наволочки надо и вообще все эти изделия шапки там прочее чтобы не на голую кожу в том смысле чтобы ну не пачкалась потом там жиром понимаете да постепенно сальными выделениями эти изделия ведь стирать нельзя но зато если делать шить типа наволочки как для подушек ну это стандартно а допустим на какие-то изделия надо самому но это не сложно тогда и гигиена что называется и использование будет более длительное но вот можно на солнце класть подушки но вот у меня во дворе например там все щебенкой засыпана земля да скажем так на условно туда прям кладешь все моментально размягчает на солнце а я даже один раз на подоконник поставил солнце было ну и подоконник там ручка металлическая так прислонил она тоже размякла а кто-то в угол комнаты ставят подушки она тоже размягчается в инструкции циро есть но люди вот не смотрят вот говоря они внимательности все же есть вот с каждым изделием идет инструкция дают некоторые спросишь а где купить эти изделия вот ссылка будет под этим видео в любом случае на нашем сайте nadgar.ru вот здесь все есть вся информация да и под видео как всегда есть ссылки все о чем человек говорит всегда он публикует это под видео это общее правило а люди все равно пишут вот приведу примеры сейчас такие и так почему изделия становятся жесткими я сказал это очень хорошо что они становятся что помимо своих свойств отражать инфракрасное тепло тела человека внутрь тем самым кровообращение улучшается подкожных слоев и органов и тканей и много других там свойств волновых уже да это то о чем горяев примерно говорил есть еще такое важное свойство как снятие статического электричества с вашего тела только их просто нужно разрежать скажем так вот тогда эти шарики сферы отлипают друг от друга становится опять подушка мягкая да все ну или не только подушка любой изделий кстати мы сейчас выпускать стали коврики для кошка собак вот мой кот например лежит любит на этой подушке это просто не у всех может быть так да и кстати чуть не забыл значит говоря о себе о использовании вот меня многие спрашивают ну как вывод мол понимаете я не имею таких вот явных по крайней мере болезни или каких-то чтобы я вот сказал вот это прошло это там как у других людей но я скажу вам следующее я кое-какие моменты замечать стал по себе я потом о них расскажу почему не надо быть уверенным что это точно так что касается мамы моей жены то есть тещи мои вот тут сразу скажу сто процентов она это стала наблюдать сразу после начала использования я и тоже взял там все дал подарил и подушку и много другого у нее больные суставы ну очень давно там есть проблемы вес излишний и так далее в общем как ноги болят кладет подушку на ноги а иногда поднимает вот на подушку кладет ноги боль тяжесть уходит прямо практически моментально вот это она прям четко сказала и у меня есть знакомый но клиент он и живет в пскове мы иногда с ним встречаемся вот он прям говорил что и он и жена это молодые люди изумительные эффекты я интервью потом возьму проще так будет вам покажу очень много сайт приходит видео отзывов и я буду публиковать периодически вот вы обязательно посмотрите последнее видео на эту тему это отзывы людей ну и до него было такое видео а где поясняется технология это в первом видео все идем дальше дмитрий годовой пишет уже четыре месяца живу как человек просто делаю упражнение на шею а это он написал под видео гипертония первая часть виски не долбит больше голова не болит таблетки не пью совсем 36 лет ну сейчас гипертония он и в 20 начинается ну вернее правильно сказать артериальная гипертензия спасибо но это он посмотри а я им пишу пожалуйста и посмотрите главное вторую часть моего этого видео то есть гипертония часть 2 название такое там я объясняю не только вот это причину одну из причин повышенного артериального давления за счет защемления мышцами и на первым позвонком атлантом вен так сказать которые питают ну и артерии которые питают и выносят кровь из черепной коробки а еще и другие причины по поводу содержания углекислого газа в воздухе вдыхаемого вам про спазмы вот почему они бывают как убрать эти спазмы сосудов артерий и тогда если убрать спазмы сосуды расширяются кровь легче течет сердцу легче качать а то кровь а давление соответственно падает я там все это объяснял только не ленитесь и смотрите видео правильно от начала и до конца и вот дальше дмитрий годовой пишет принял решение буду смотреть все ваши выпуски ну то есть все видео еще раз спасибо пожалуйста и это самое правильное некоторые люди еще правильнее делают они конспектируют потому что действительно тратить время впустую жалко и вещи нужные ценные основательные для здоровья которые важны и необходимы стоит конспектировать вот это некоторые люди к этому приходят но когда болезни или петух жареный клюнул и особенно когда онкология у людей алена васильева спрят юрий андреевич скажет пожалуйста будет ли падать цена на корм для собак стало очень дорого мы расстроены значит действительно цены на некоторые товары продукты мы вынужденно поднимали вот когда все это началось и таможни перекрыли и цена за компоненты какие-то отдельно взятые или там вот вы знаете на полупроводники до пяти семи раз цены подняли да при в мире причем не только у нас в россии ну а плюс там таможне прочие сложности с валютами там если что-то за границей идет для кормов идут из франции витамины органические качественные и не только цену конечно мы поднимали но кстати не в том процентном отношении как вообще на многие продукты товары цены поднимали у нас стране и и сейчас мы снижаем на что можем и на корма для кошек собак тоже вы можете наблюдать что есть так перечеркивание цены чуть ниже настолько насколько мы можем то есть если будет дальнейшие возможности мы будем также снижать дальше но от количества от 10 килограмм от 10 пачек по килограмму там тоже цена ниже ниже вот сегодня буквально когда я распечатал эти листки я еще немного ну там сделал скидки от 10 килограмм на корма для собак но будет возможность делаем еще но это зависит от многих факторов тут курс доллара вообще никак практически не имеет значение то есть имеет но немного а кто не в теме корма для кошек собак что за корма а вот мы производим веганские первые в мире сыроедные лечебные корма потому что ведь все производители мира они жарят и варят вот все что запекается в эти гранулы вы не понимаете что это такое поэтому и болезни и рак и все остальное в том числе поэтому у ваших животных кошек собак есть и живут меньше так далее после наших кормов кошки и собаки даже больные выздоравливают живут дольше живут качественней и огромное количество писем от наших клиентов кто покупает наши корма для кошек собак приходит к нам и есть несколько видео на эту тему павел терещенко подскажите пожалуйста овес шелухе можно есть я в духовке приготовил аромат хорош но зубы эмаль побаливает когда жую еще бы он же полезнее переваривает шелуху симбиотической микрофлоры нет конечно нет конечно вот эту жесткую кле ну это знаете как вы стружку от березы построгаете там или опилки поешьте будет у вас не будет это целлюлоза не переваривается нашими кишечными бактериями вообще что вы делаете но есть же голозерный овес зачем есть овес обычный в шелухе есть такой вид а голозер не очищенный голозерный овес полезнейший прекрасный продукт кстати в этой связи я прям сразу скажу потому что меня тоже многие спрашивают скоро мы открываем может быть даже тут по ссылке дадим уже этот сайт мы его скоро откроем продажи будут вот из псковской области эти не из подмосковья где у нас главные склады а из пушкинский гор и по всей россии по всем странам мира ну где будут клиенты делать заказы мы отправлять будем что десятки видов зерна причем все это с сертификатами биоорганической да то есть это именно по международной европейской классификации аттестованные хозяйства где полностью органическое натуральное земледелие без химии хранения без химии что очень важно никакого обработки нет вы увидите видео какой мы построили хранилище как там все сделано оно каменное но все сделано внутри засыпки из деревянных строганных досок ничем не обработано дышащие зерно ну и так далее в общем следите за этим скоро будет продажа будет отдельный магазин дальше а тут вот четыре буквы непонятное имя джаз джи ну в общем набор букв уже в который раз не счесть кажется пишу вам слова благодарности у самого были язвы желудка даже после полугода более-менее чистого питания из вашего видео я понял что этого мало и нужно принимать другие меры комплексно абсолютно верно не всем людям хватает какой-то отдельные даже правильные меры нет не всем спасибо вам большое по вопросам здоровья питания в основном доверяю только вам ибо такого изложения материалы информационной базы нет ни у кого мне кажется во всем мире ну у кого-то может и есть но вы знаете так глубоко и в во всех сферах жизни вот эти все нюансы логичные абсолютно причинно-следственной связи да вот эти все нет такого точно скорее всего нет благодарю еще раз и долгих вам лет и жизни вам и труда благодарю вас благодарю дальше оцените доставку а пришло такое сообщение решила сюда включить но это кстати важно вот слушайте как всегда упаковка ну когда мы отправляем наши посылки ваши заказы в те или иные города там по всей россии как всегда упаковка на высшем уровне ничего даже теоретически не может повредиться а главное очень оперативно что радует большое уважение к работе команды и благодарность до упаковку у нас высочайшего класса огромные средства на самом деле уходят у меня ежемесячно а мы не считаем саму упаковку но как бы это сказать вот отдельно а ее бы надо вот я например кое-какие вещи но там ну неважно коллекционирование покупаю там на авито или там на мешке да но люди но очень часто такого уровня упаковку считают отдельно а я не считаю ну сотни тысяч каждый месяц рублей уходит на упаковку у нас это это высочайшего к то есть мы знаем как транспортные компании плохо относятся грузчики там часто к товарам кидают коробки пинают особенно почта россии этим грешит и мы упаковывать так стараемся чтобы стеклянные банки не разбились ну и в общем это бывает так редко ну из тысячи посылок одна где-то и то все меньше и меньше таких случаев но приятно конечно когда ценят труд твой и твоей команды а вот из под видео мясо нужно есть такое провокационное название в кавычках где как раз смеюсь глумлюсь и ну и поясняю разумеется почему мясо это неестественная для человека пища у меня кстати было видео вот это посмотрите во-первых во вторых клыки ну такое тоже смешное ну и вот некая нор лилея что-то такое после видео написал следующий я точно не хочу жить долго какой смысл да вообще вопрос скажешь глубокий я бы сказал философский и вы знаете даже мне хочется сделать отдельное видео на эту тему правда о смысле жизни какой смысл да уже смысл в том что вы живете значит есть смысл это просто уже истинно есть смысл смысл какой но я кратко скажу чтобы оставить от себя в этом мире какой-то след пользы для человечества чтобы было но это говоря глобально природы улучшить этот мир жизнь в том числе человеческое общество сделать и более справедливый правильный развиваться духовно и нравственно ну скажем пройти что ли если может так выразиться эволюционный личный путь развития в плане духовного возвышения над собой нынешний оставить память своим потомкам хорошую оставить своим трудом своими мыслями ну вот как скажем или вы хороший мастер-столлер сделали хорошую мебель прекрасную или токарь и вы сделали какие-то уникальные искать или качественные такие долговечные станки детали и вас многие люди будут хорошим словом вспоминать или вы писатель может быть композитор но вот посудите сами вот пахмутова александра николаевна ну или николай николаевич баронравов естественно супруга и да вот вот эту пару вечно люди будут вспоминать не так ли посмотрите какие шедевры написаны как за душу это берет человека но я ладно не буду приводить такие примеры но кто-то скажет но я так не гений так сказать послушайте но человек должен стремиться к улучшению себя и сказать к созиданию мы люди творцы это наша задача а если человек поразит и хочет от жизни только наслаждение удовольствие и тому подобное жалко такой человеку и такому но может быть действительно жить не зачем потом у людей есть хобби прекрасные там какие-то да пусть даже человек что-то собирает может он потом музей откроет туда будут приходить люди смотрят то есть есть сотни тысячи вариантов как человек может оставить после себя след в хорошем смысле слова положительный позитивный правда ну как вот можно такое писать а это вот дешевые отмазки на самом деле когда люди относительно вот темы мяса ведь под этим видео она написала эта дама а почему потому что хочет пожирать вкусно как и сейчас кажется что это вкусно ну наслаждение на такое некое получает от еды от этой она не хочет отказываться но понимает что вредно понимает что это сократит ее срок жизни подспудно подсознательно и тем самым пытается оправдать успокоиться то что она не будет менять себя она не хочет усилий над собой она хочет плыть по течению потакать своим порочным пристрастием привычкам зависимостям потому и такая дешевая философия верни даже просто из речения какая тут философия а вот виталий кириллочкин вот написал аж тут прям плеяду такую целую кто не ест мясо тот безумный сатанист я знаете что я просто ну я ему написал так сатанист вообще-то это именно тот кто ест мясо вот это в аду наверное мне так кажется что вот в аду говоря уж о таких вещах так сказать библейских но поскольку сатанизм значит что-то божественное вот это в аду они в раю кишки выпускают не путайте божий дар с яичницей помните что во всех вообще-то религиях ну и в христианской по крайней мере изначально вообще-то райские сады что там люди ели и другие животные а скажите друг друга не это сатана как раз хочет крови кишок боли страданий а как же вы дебил но просто вот деби у меня есть видео жаль одно удалил youtube второе вот сосиска в голове посмотри а я может быть на канал на канале в телеграме у себя переопубликую первую часть сосиску в голове вот про таких людей вот кстати ссылка на телеграм мой канал который по здоровью у меня два телеграм канала будет вот здесь тоже внизу по ссылке а дальше этот товарищ но посмотрите на его моральный облик на его интеллект на его нравственные таскать качества это видно по его дальнейшей писанине мне 47 лет ем только мясо и яйца только мясо мясо вообще-то пишется молоко не ем хлеба ни круп ничего мучного но это хорошо что вот это вот последнее плохо только что ест только вот продукты животного происхождения чувствую себя норм нет ну вы можете чувствовать себя норм 47 лет тем более если вы едите так год или два ну пусть пять вот а вот что будет дальше я описывал своем видео где про кета питание вот неадекватное кета питание к это вообще-то это жиры а некоторые почему-то путают кетопитание с корневором так называем ну или там когда только живу животную пищу едят не этот разные вещи совершенно в этом плане берк прав в том смысле что уж если есть и есть мало животного происхождения пищи но много зелени а есть те кто вот так сказать писать он не написал если он зелень то есть ну интересно я бы ему задал вопрос но дело не в этом и я вот в видео про доктора генерала вы который тоже такую мясную кет диету до объяснил и рассказал что же будет с людьми дальше спустя годы после этой на такой диете но дальше он пишет живу с бабой ей 26 лет то есть дочери годится но это значит безнравственный человек развратник извращенец хожу в спортзал через день молодец что физическая работа это очень хорошо лучше конечно производительная была физическая работа то есть например грузчиком носить что-то еще это производительное а это так эгоистическое ну хорошо ходит как трудозаменитель скажем спорт вообще это трудозаменитель теперь насчет бабы 26 лет жить не с бабой надо а с женой ну а если женщина с мужем облуд вот это с одной из другой пожилой тогда лета паскудство это мерзость и низкость это грязь и подлость не с бабой надо жить а с женой один раз и всю жизнь вот кстати я говорил про пахмута сегодня вот добронравов и пахмутова вместе уже почти 70 лет и помните песню нам не жить друг без друга вот что такое человек что такое духовность что есть человек я уж не говорю о том что писал там достоевский что любому советскому человеку было понятно при правильном воспитании я не говорю же просто о нравственном воспитании какой-то нравственности от природы даже если вас не воспитывали так хотя конечно среда сейчас воспитывает совершенно как раз вот таких развратников и извращенцев но не надо виталий кичиться своей безнравственностью и глупостью а вот михаил черкалин продолжает дело других товарищей пишет да один хрен от чего-то все равно помрем вот человек это вменяемый или нет по моему нет ну хорошо для невменяемых придется образ создать пояснить как бы вот на примере одно дело умереть скажем во сне спокойно без мук в преклонном возрасте другое дело умереть в больнице пролежа там пять или десять лет или может быть в дом престарелых не дай бог но сдадут родственники вас когда после инсульта вас парализует и вы можете прожить ну месяца может десять лет а может и больше такое бывает так может быть не один хрен от чего умереть а или вы прям так мечтаете и уверены в том что умрете за секунду и все тогда а ничего что вы умрете например в 40 лет или в 50 когда вы будете очень нужны своим детям или внукам потом быть может ничего что вы ничего не сделаете в жизни вот как раз к вопросу о смысле жизни не успеете того чего могли бы успеть вот ломоносову такое скажи он бы вам по морде дал ему хоть пять жизней дай и все будет мало и какую пользу он принес отечеству народу и человечеству в целом а так может быть нужно не паразитической вот этой философии заниматься и психологии обладать такой все равно ему так значит посмотрите видео о художнике зиновьеве который прожил практически 110 лет и то что этот человек проживет долго я бы мог по его виду рассуждению образу жизни сказать еще если бы я оказался с ним скажем в 1920-х годах я бы сразу вам сказал что этот человек у него есть все шансы прожить больше ста лет вот послушайте как он строг к себе но эту строгость собранность он приобрел молодые годы и это не то что он себя заставлял но вы же себя не заставляете я надеюсь зубы почистите или там еще что-то сделать в плане гигиены потому что сначала ребенок орет не хочет потом в привычку ходит не только плохое ходит привычку но и хорошее правильное и он также он йогой с утра так сказать стойка на голове сто шесть лет видео посмотрите как он сто шесть лет делает стойку на голове он мало ел всегда четко все по расписанию распорядок он не нервничал но такой человек как бы кремень или человек привычка но у него и жизнь интересная была у долга интересна он реставратор великолепный он более чем сто лет руководил реставрации музея архангельска понимаете ну то есть юсуповых усадьбы да так вот и ну что тут можно сказать такому человеку стыдно должно быть стыдно михаил черкалин вот если вы сейчас меня слышите видите напишите вам стыдно стало а если нет обоснуйте почему поговорим еще раз с вами а вот продолжая философскую тему людмила шишкова в общем пить нельзя курить нельзя ужаса какой то смысла жить нет да ну вот она дача есть почти ничего нельзя зачем тогда жить да действительно ладно жрать нельзя но курить и пить нельзя действительно смысл жизни теряется киже дебилы есть какие убогие люди это просто дегенераты и главное заканчивать где взять все натуральное стоп 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 это вообще разные вещи во первых кто ищет тот всегда найдет у нас купить можно все натуральное поехать в деревню жить переехать из проклятого города и просто спокойно там все так сказать выращивать натурально и проживете дольше смысл найдете как земля на смысл быстро подскажет мозги переделает да вот это безделье такие мысли возникают зачем жить там это а жить ради того чтобы пить и курить алкоголь и понятно и табак но это 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 просто я не знаю что сказать это просто это дегенераты только так рассуждают это просто кошмар то есть убивать свой мозг разрушать свой организм но это шизофреники этим занимаются которые в общем понимают что они так сказать вот от нет а если человек понимает что он приносит себе вред и продолжает это делать то он действительно мазохист это разновидность шизофрении ну как сказать такая тяжелая особо и форма да но есть такие вот например она а есть можно очень много чего у меня вот видео а что ж тогда есть там вот прям перечислены сотни видов продуктов и группы целые просто вы это за продукт на не считаете это как знаете сейчас картошку отними что же тогда есть а раньше была репа редька пять видов брюква турнец корневой сельдерей дайкон это вместо картошки люди ели сейчас почти никто не ест и это что мало что ли есть а ну ну далее идем вот огромное количество подобного под моим видео о раздельном питании очень кстати важное видео пишет роза да сделайте пожалуйста речь идет о том что мол я там сказал хотите я сделаю видео наконец-то а что же тогда есть под названием таким ну потому что мы люди многие писали мне раньше так что это нельзя то нельзя так что же можно но я сделал выход товарищи смотрите когда какое-то видео вы дату смотрите может это видео уже месяц а этому год или более так может я уже давно сделал то о чем говорил ну зайдите вы просто у меня в ютубе в плейлисты или еще раз как искать ну дайте покажу вот в ютубе в поисковую строку вот сюда вписывайте например фролов а а что же тогда есть или фролов полынь не знаю фролов печень или сколько воды надо пить или что угодно и скорее всего это видео вы найдете но не поленитесь ну как можно вот ну послушайте но это я не знаю это учить как зубы чистить и как этому людмила зацепина дальше хотелось бы узнать про мокрицу и у нас много под одним из видео про растений но вбейте вы в поисковик фролов мокрица трава и вы найдете или вот афанасьева юлия как приобрести соду химически чистую без добавок но под каждым видео о соде вот откуда это письмо я скопировал я во-первых в самих видео говорю во вторых есть общее правило то о чем лектор блогер не важно говорит в видео и это всегда по ссылке дается под видео понимаете общее правило нажимаете в ютубе под видео слово еще открываются ссылки и среди них есть то о чем говорил человек в видео всегда в том числе вот про продажу химически чистый соды например пищевой да и потом всегда на нашем сайте надгар . ру вводите в поисковую строку что-то и вы это находите но если это есть вообще у нас а вот алман алман пишет юрий андреевич спасибо вам скажите пожалуйста а что есть но это вот к тому же вопросу еду и тут расширенное мировоззрение если еду нельзя запивать то супы нельзя есть нет это иное супы есть совершенно не обязательно ну если вы едите супы ешьте но это все-таки густая пища скажем так но вернее пища навар такой густой не буду сейчас об этом долго что все-таки лучше не варить пищу но уж если едите то дескать там относительно безвредные супы тот же чечевичная похлебка как вот простая и в общем-то не такая вредная а вот что касается запивать извините если вы едите донатурированную пищу сухари какие-то запивать надо обязательно а если вы едите пищу в которой воды влаги достаточно то и запивать не надо нет это разные вещи совершенно кстати у меня есть видео которое называется почему не стоит запивать пищу вот там я все это обосновываю а вот тема продолжается под другим ракурсом вячеслав маслов раньше старики ели все подряд и геморроем не болели но это видим под видео геморрой во первых ели разное не все подряд у меня дед и прадед каждый день ели мясо пили молоко дед каждый день ел картошку жареную с мясом молоком запивал литрами там в общем так далее и никакого геморроя а у меня с 17 лет геморрой сначала тут большая тут большой смысл есть а у меня 17 лет геморрой сначала после туалета кровь бежала а потом начала болеть вылезли шишки хотя я мясо ем мало молочные продукты вообще не могу употреблять у меня расстройство желудка от них но расстройство от непереносимость лактозы такой дисахарид состав молока входящий это все ерунда там проблема другом когда дисахарид лактоза распадается на два моносахариды глюкозу и галактозу тут с глюкозой проблем но нет а галактоза вообще из организма не выводится и вот целлюлит катаракта суставы вот такие так сказать это проблема одна из проблем накопления в организме вот этой галактоз подробно это объяснял видео про молоко что касается противоречий кажущихся может вам тоже кажется я говорил сто раз забудьте про дедушек и бабушек они могли что-то неправильно делать в плане там еды но тогда в те времена прадед когда жил не было таких факторов воздействия на организм человека сотен которые есть сейчас негативных электромагнитный смог химия в быту в еде в одежде во всем и и дышите если в городах живет тяжелыми металлами которые машины выделяют ну и предприятие промышленное в общем все эти факторы приводят к тому что болезни в разы начали молодеть быстрее человек начинает умирать но гораздо раньше онкология повальная ну и так далее и так далее так что не надо подписать но не вам я не вам говорю это как бы в общем хотя тут есть подтекст то мол вот ели все было нормально но вы же не написали когда ваш дед или прадед умер а вот например магомед лобазанов который после великой отечественной войны ну во время перестал вообще есть мясо и никогда в течение своей жизни больше не ел прожил например сто двадцать три года вот видео про него у меня было я могу привести более интересные по времени срок и жизни примеры но я почему-то уверен что ваш дедушка ну может быть прожил 70 или 80 лет хотя мог конечно и 90 и за он мог прожить и столь ев мясо мог ну редко но мог вот все это как вы говорите все подряд когда все подряд ряд ли сто лет но около того но вы точно так же даже живя и питаясь а генетика у вас уже изгажены а фактора воздействия гораздо больше негативных то вы не проживете и 50 поэтому в наши дни совершенно сравнивать с теми днями нельзя и в наши дни надо совершенно по-другому себя вести татьяна василенко обед да я хочу знать от чего отрыжка бывает и изжога благодарю за труд тоже в одном видео играл хотите узнать хочу но посмотрите эти видео они давно вышли набирать в поисковике и смотрят фролов изжога там андрей поречный не мешало бы рецепты помедленнее говорить мне то есть как послушайте есть функция в ю тубе покажите вот мой помощник сейчас вам покажет прямо под видео нажимаете открывается скорость можно регулировать замедлить видео ускорить видео а кто-то наоборот пишет побыстрее надо но ведь это же вам проще сделать за долю секунды вот то что я вам сейчас только что показал ну что ж такое гала ника яблочным уксусом вывела бородавку ну да бывает и такой хотя совершенно не у всех а вот яблочный уксус чем полезен почему посмотрите мое видео об этом гала ника пишет как еще сгущает кровь и очень быстро крапива а вы знаете что вы 1 2 3 компот не ешьте и не будет сгущать бюштексы не надо есть понятно и фрикадельки живую пищу ешьте и воду пейте не кофе какао и прочие так сказать газировки а именно в воду и не будет у вас ничего сгущаться сгущает она понят что сгущает и есть проблема у тех у кого густая кровь вязкая так называемая мало воды пьет человек когда он так сказать вот ест сухомятку или ест в основном вареную жареную пищу ну это сказать не значит что это нормально а вот когда нормально ничего не сгущает когда адекватная пища у вас ну давайте остальное более такой обширный а все-таки вот то что обещал про яйца там кое-какие вещи про сальмонеллу давайте я это в следующем видео а сейчас последний добры не пишет здравствуйте а что вы подразумеваете под словами биоэкологически чистые ну что ж экологически чистые говоря языком бытовым потому что все таки экология наука не чистой окружающей среде а наука который изучает взаимоотношения организмов между собой с окружающей средой она изучает над организмами на и системы различных уровней начиная от популяций биоцинозов биогеоцинозов и до биосферы планеты земля как самая крупная экосистема на нашей планете поэтому говоря об этом вот строго научно это неправильное выражение но говоря экологически чистой мы имеем ввиду что в этой пище в этих продуктах нет пестицидов гербицидов тяжелых металлов радиации и так далее и так далее то есть вредных веществ которые содержатся сейчас во больших количествах в почве разной и тем более если пища выращивается недалеко от дорог в промышленных центрах или применяются какие-то химические да даже навоз но только на при коровы пасутся у дорог тяжелые металлы с травой попадают в организм выходят отчасти до с навозом этот навоз идет на поля и пожалуйста человек или на огороды человек выращивает совершенно не экологически чистую пищу что еще я имею ввиду вот говоря о фермерах некоторые имеют коз кто-то кур и говорят мы выращиваем а сами кормят например какой-нибудь пурины но неважно вот этими промышленными комбикормами составе которых гмо соевая мука или кукурузные они например обивают внутри секции в загонах ойсб плитами которые выделяют фенолы практически гарантированный рак вопрос времени и вот это все не экологически чистое как бы кто не говорил и там не сертифицировал я это кстати в шоке если вот кто-то сертифицирует биотипы если там вот вы посмотреть да если делать все поправить как должно быть а в наши дни поймите это же не 300 лет назад в наши дни экологически чистые продукты выращивать безумно трудно что касается вот например производства яиц от наших кур кстати этического производства сразу наперед скажу кто думает что убои у нас их нет и не будет а вот как чем кормить как выгуливать какие условия создавать какие материалы используются для кормушек поилок например если это только натуральное дерево без покраски или нержавеющая сталь если нет давайте так вот видео вам ссылку оставлю почему наши яйца во много раз стоят дороже обычных химических и гораздо дороже фермерских и почему сравнивать вот эти яйца от наших курс фермерскими просто некорректно и нельзя ну а говоря био есть такие международные в том числе сертификаты био ну есть критерии определенные хотя сейчас в обиходе это стирается то есть био органик эко био да экологически чисто и понятно объяснил органические значит не применяются никакие химические обработки земли растений вот например мы мучаемся с паутинным клещом ну либо погибают у нас там если мы не справляемся на либо это мы хищных клещей покупаем которые съедают просто этих клещей но это надолго не хватает вот либо смываем потоками воды либо применяем скажем там какие-то настой полыни там с чем-то с чесноком ну условно да то есть вот натуральная натуральные природные средства защиты понимаете о чем речь вот это органическое земледелие вот например так то есть у меня критерии самые высокие я лучше пусть все погибнет и не будет так сказать урожая чем так сказать какие-то вот на сделки совестью идти с принципами и обманывать людей в этом смысле у меня но все вот не знаю там мои сотрудники это даже иногда там ну то есть настолько жесткие критерии что ну как сделать видео с скажут некоторые что вот специально говорят так сказать что у меня очень жесткие требования понимаете ну ладно это я вам так и все же я давайте последний зачитаю письмо про этик очень важный момент аленушка помню когда была ребенком у нас и у дедушек бабушек было свое хозяйство я ненавидел это время когда забивали скотину потому что забивали практически на глазах страшное дело вот это вот калечит психику ребенка по бою это по большому счету есть перестройка сознание вообще человека человек ведь не только разумный человек должен быть и сострадательный человек должен оставаться человеком и не делать разницу между домашними животными и иными животными а то мы кошечку гладим готовы там за нее убить или за собачку кого-то есть кто-то ногой пнул собачку а вот если так сказать овечке горлышко перерезать кишочки выпустить чтобы пожрать вот это у нас психология сразу к ижду личные сволочи люди все таки так теперь дальше но слышно было хорошо мясо есть не хотелось но авторитет взрослых людей сделал свое дело да и просто заставляли иногда смотрю кого как а кто-то кстати вела я не ела и родители не могли заставить письма такие были и мясо вошло в повседневность дает как я говорю что понимаете это вот уже а потом и зависимость и человек уже психологию подстраивает свою отговорки себе ищет ну чтоб совесть не мучил она же от природы то есть и не убита пока человек себе ее не убил родители убивают своим детям ребенок как животное любое теленка козленка зайчонка а от природы чувствует как еду он накидывается не маленький ребенок как друг он играет гладит а потом человечность себе перечеркивает родители ему перечеркивают конечно родители тут виноваты меня всегда поражало с какой любовью папа выращивает каждого из животных слушать а ведь действительно и даже кроликов и с каким холоднокровием отправляет их на мясо убивает а вот вы вдумайтесь люди это же должно поражать на самом деле это ведь страшное двуличие какой-то идиотизм и какая-то непорядочность и подлость даже в этом есть хорошо вы скажете это сейчас горожане рассуждают ладно давайте я вам сейчас вот прям покажу отрывок попрошу своего помощника вставить здесь еще раз не какой-то там крестьянин и даже 300 лет назад а просто суровый мужик охотник из енисейской тайги который полгода зимой один в тайге вот живет этой охотой скажем и какой мудрый человек при этом и честный да вот очень это важно послушайте его слова в кого пальцем нет ни тут убийца или пособник убийцы в любого в любого человека даже тот кого там стонет жалеет всех почему очень просто хозяин свинью держит он ее заведомо для чего держит убить убить для чего самому есть и продать а тот кто жалеет это все дело покупает у него это мясо так что здесь круговая порука в этом деле и охотник точно такой же как тот же хозяин только он более как-то искать честнее ну не то что честнее этот человек заведомо кормит я тоже держал скот и у меня рука не подымалась на него потому что там вот тот же бык его два года держишь но он тебе доверяет он тебе подходит ждет где там какой-то ласки подачки а ты ему пулю в лоб предательство а здесь зверь дикий он знает что от меня добра он не дождется он от человека имею ввиду он старается убегать здесь кто кого перехитрит естественно так и не смог геннадий соловьев забить своего быка соседа позвал ну так что слышали так и не смог убить он своего теленка правда соседа позвал это плохо но с другой стороны понимаете когда человек перестает себе врать он может начать думать а потом о многом задуматься но я вам скажу наперед прям что любое убитое а вы участник как он сказал правильно соучастник этого убийства если вы мясо покупаете и едите вот за это будет наказание Лев Толстой в первой ступени об этом хорошо написал что когда мужик видя как гоняются как кровь льется там в бок ткнули ножом убивали свинью она бегает визжит жить хочет кровь льется и видя это даже пьяненький мужик вот извозчик сказал задумавшись увидя это как бы в миг иногда люди вот в миг что-то ощущают осознают и неужто за это не будет наказание будет будет гарантированно будет сто процентов после перенесенной модной нынче хвори от одного запаха вида даже мысли о мясе выворачивало настолько было противно огромная благодарность за логическую подачу такой полезной информации ну это она моей лекции какой-то мы забыли кто мы есть на самом деле да еще и отравили и тело и разум и душу с малых к сожалению лет давайте на этой философской этой очень важной ноте вот мы закончим я закончу эту лекцию вы ее просмотры пожалуйста напишите что вы думаете вообще насчет вот может быть какой-то темы поднятой мною но я прошу по поводу этой самой важной самой важной то о чем сейчас шла речь напишите что вы думаете на эту тему ну и перешлите это видео своим друзьям знакомым близким поделитесь поможете мне в продвижении канала возможно поможете сберечь здоровье кому-то жизнь вашим друзьям близким это тоже хорошее дело правда многие только понимают это потом и жалко что некоторые когда уже поздно ну а на этом пожалуй на сегодня все 11 12 12 13 Продолжение следует...